Главный психолог-волшебник Тлея Шинова устроила концерт по заявкам. Мамкин миллионер из Москва-Сити раздает гранты. Гусейн Саязов в кино, стендап от Надин, новый курс по мотивации от Бонни и туристические сказочники из Дубая, которые устроили очередную сказку. Друзья, привет! Сегодня ожидается насыщенный выпуск. Для начала пройдемся по культурной программе, которую я для вас приготовила. Неделька выдалась очень плодовитой на кринж, поверьте. И все, молодой, все пошарею. Видео получилась отличная трака с двух макжей. Курс с мотивацией. Мамочка, бабушка, слышите, что вы меня лежите. А после разберем историю, в которую вляпались мои подписчики. Там жесть. Ну и еще будет много чего интересного. Но прежде чем мы начнем, попрошу вас нажать на лайк. Это вообще не сложно, но так важно для канала. Ну и мне тоже будет очень приятно. Ну и если вы еще не подписаны на канал, то подписывайтесь заодно. Там это все рядом. Вот теперь начинаем. А начнем мы с разбора культурной программы. Вот чем можно было заняться на этой неделе, чтобы и в потоке побыть, и в то же время не обделить себя инсайтами. Выбор очень широкий. Но первое, на что точно стоит обратить внимание, это концерт Инны Тлеяшиновой. Вот, друзья, она там такую терапевтическую сессию провела. Вот, ну вы уж простите, но Елена Блиновская с ее ВТБ-ареной и рядом не стоит. Для нас, ресурсных людей, это вот после ареста фии, это просто как глоток свежего воздуха. А теперь сравните вздохи. Если вы не поняли, что происходит на сцене этого дома культуры, то Инна Тлеяшинова, это, если кто не знал, известный психолог и мастер разборов. Инна Тлеяшинова, я не буду говорить, что долларовый миллионер, мама четверых детей там и так далее, и так далее. Лауреат огромный ключ со премией, что мои клиенты звезды. Это вообще не имеет принципиального значения. Инна королева у нас... Квантовой психологии. Квантовой, да, волшебства. Психологии и волшебства. Так вот, эта королева волшебства так раскачала сексуальный центр для привлечения денег, что овации зала было просто не остановить. Вдох, пауза и выдох. Вам можно перестать контролировать свою маму. Вдох, выдох. Кстати, если у вас не отработана техника движения к отцу для финансового потока, разумеется, то это там тоже можно было проработать. Волшебница проработала, и ей прямо на сцене кто-то подарил 50 миллионов. Нет, ну а что? Я верю в это. Увидьте на внутреннем экране, что ваша мама трогает мужчину. Сейчас бы бросить все дела и пойти на эту сходку представлять, как мама трогает мужчину. Причем проработать себя с сыном можно не только придя в Дом культуры, но и купив ее курс. Когда я дошла до определенных модулей, где нужно представить подушку папы, а себя мамой, и трахать эту подушку до тех пор, пока ты не испытаешь оргазм, и потом наоборот. Как вам такие инсайты от нынешних волшебников? Соблазнительно, неправда? Гвантовые волшебники, счастье в твоих руках. Гвантовые волшебники, жить не одни в мечтах. Мастер разбора, мастер разбора, и на тебе вива. Следующий по списку в культурной программе стендап Надень Серовский. Девушка решила попробовать себя в юморе, чтобы озарять залы заливным смехом. Вы готовы к шуточкам? И смеяться как следует? Да? Я не слышу! Если вы готовы, включаю. Недавно в парке подрались криптоинвестор и блогер. На видео получилась отличная драка двух бомжей. Есть любовь без секса. И есть секс без любви. А есть ты без того и без другого. А? Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! В принципе, для первого раза очень даже неплохо. Я посмеялась. Ждем теперь курс по стендапу от Надень, что ли. Последний по счету, но не по значимости вариант, как вы могли культурно провести досуг, это посмотреть фильм в кинотеатре про Гусейна Гласанова и Бояза Шабудинова. Дело в том, что месяцем ранее на ютубе выходила первая часть коллаборации двух успешных учителей, которая набрала рекордные 100 тысяч просмотров. После такого успеха мэтры поняли, что продолжение должно выйти в совершенно другом масштабе. Сняли кинотеатр, пригласили блогеров и кормили зрителей контентом, претендующим на Оскар. Не меньше. Зрители в зале смотрели, как Гусейн с экрана вещает для зрителей в другом зале. Очень интересно. Чем не замена опенгеймеру? Надин вообще думала, что находится в Голливуде. А я даже до премьеры не дошел, так как его похоли окружили девушки с доходом 0 рублей, которые издевались. В целом атмосферненько вышло. Теперь ждем, когда фильм выйдет на широкие экраны, чтобы хорошенечко так культурно обогатиться. Пишите в комментариях, куда из всего этого творческого многообразия сели бы сами, а куда друзей посадили. Наверняка вы не раз видели, как блогеры с гордостью демонстрируют свои доходы, создавая иллюзию легкой и беззаботной жизни. Однако, заметили ли вы, что те, кто тихо и уверенно двигают этот мир вперед, редко становятся объектами внимания? И речь сейчас про айтишников. Они не тратят время на показуху, а создают продукты, которые меняют нашу жизнь. И поверьте, их доходы вполне сопоставимы с доходами популярных блогеров. Если не превосходят. И вы ошибаетесь, если до сих пор думаете, что айти – это закрытый клуб математических гениев. Далеко не во всех профессиях нужно ходить. И даже в гуманитарии прекрасно чувствуют себя в этой сфере. Впрочем, вы и сами можете примерить на себя разные айти-профессии и понять, насколько вам вообще подходит эта сфера. Сделать это вы можете на бесплатном онлайн-проекте «Айти Рентген» от SkillFactory. Для начала вы пройдете тест, который поможет определить оптимальную для вас точку входа в айти. Затем вы получаете приглашение на прямой эфир. Он не займет много времени. Полтора часа и вся информация по полочкам. В результате вы определитесь с профессией, которая подходит именно вам. И сможете построить план карьерного перехода. Кстати, во время эфира вы сможете выиграть сертификат на обучение. Ни одна онлайн-школа не сможет сделать первый шаг за вас. Но сможет рассказать про интересные и бесплатные возможности, которые помогут приблизиться к жизни, в которой вы хотите жить. Регистрируйтесь на проект по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Итак, мне вот поступило такое обращение. Хотя я бы даже сказала «крик о помощи» с восклицательными знаками. Суть в том, что некий парнишка обрабатывал жертву, уверяя, что они самые лучшие и способные ученики. И что им за это полагается грант на бесплатное обучение у него. Только потом оказывалось, что понимание того, что такое грант у учеников и учителя, кардинально отличалось. Когда до людей доходило, что он имел в виду под грантом, было уже поздно. А сам препод уходил в закат по-английски. По классике жанра. Мы пообщались с жертвами, ситуация вообще не очень приятная. Но давайте обо всем по порядку. В качестве сказочного учителя выступает некто Виталий Власенко. Позиционирующий себя как дизайнер, основатель студии дизайна интерьера и лектор ведущих архитектурных вузов. Каких вузов, известно только ему. Как и все учителя в нашей стране, Виталий обладает полным набором успешного гражданина. Путешествия, дорогие авто и то, без чего вести бизнес в Москве и претендовать на успех невозможно. Офис Москва-Сити. Но согласитесь, в 2023 году этого уже недостаточно. Чтобы люди верили, что у парня действительно все круто, нужно что? Естественно, фотографии денег. А лучше еще к деньгам положить какой-нибудь договор. Так, ну вообще солидный человек. Ну и чем не мамкин миллионер? Признавайтесь, кому после этого видео захотелось к нему на грант? В общем, с таким досье человеку можно верить даже не задумываясь. Ведь обычно именно такие люди искренне заинтересованы в том, чтобы оказывать бескорыстную помощь нам с вами. Путешествовать, купить дом, помогать родителям. Это мечты или реальность? Думай как хочешь, но я готов подарить тебе эту возможность. Все это реализовать. Прямо сейчас я ищу девушек, которые будут работать с проектами по дизайну интерьера. Можно без опыта. Да, так просто. С хорошей оплатой. Работать можно начать почти сразу. Все хорошо, но вам не кажется, что здесь не хватает одной фразы? Парни, вы издеваетесь? Теперь у меня задача помочь этим ребятам сделать как минимум 1 миллиард рублей. А, да, ребят. Вы у нас мини-курс не проходили, да? Хотите работать при этом еще, да? С зарубежным клиентом, с нашим и с бодрым. Не, мы вынуждены вам отказать. Обычно дизайнеры интерьеров, которые работают в УЗИ и ведут проекты, именно этим и занимаются. Снимают видео с деньгами. Чем же им еще заниматься-то? Подобными роликами Виталий завлекает на вебинары, где начинают уверять зрителей, что это все бескорыстно. Все для вас, мои хорошие, ни копейки не возьму. Зуб даю. И после того, как вы получили этот урок, у вас есть всего 24 часа, чтобы ноль стоил для вас вот этот вот курс, да? Вот это все вы получаете сегодня бесплатно. Вот такие визуализации вы научитесь создавать. Собственно, на это люди и шли. Пройдя несколько уроков, нужно было отправить первую работу. И если она была хорошая, то вас приглашали на следующий этап обучения. Но отбор будет строжайшим. Грант получат только лучше. И да, чтобы быть объективной, грант люди действительно получали. Правда, впоследствии оказывалось, что в понимании Виталия, грант это, внимание, кредит от банка. Всего несколько кликов и пострадавшие оказались в долговой яме. И теперь у каждого из них кредит на 150 тысяч рублей. Бонусом страховка и огромные проценты. Каждому своему ученику он говорил, что твоя работа лучше. Просто вау. Только ты выполнила все верно. Он меня похвалил. Дальше он прислал стриншот его переписки с Власенко. Где-то тоже расхваляет мою работу. Он говорит, что только у меня единственное сделано все правильно с точки зрения экономики. Из 200 участников, которые участвовали в этом вебинаре, бесплатном марафоне, осталось 5 человек, из которых моя визуализация была лучше всех. Он переслал мою работу Виталию, который также восторженно отозвался о ней. Как оказалось потом, это их схема, шаблонная переписка. В общем, после общения с жертвами обмана, стало понятно, что приятный бонус в виде гранта от банка на 150 тысяч получали все. Также он сказал, что оно будет для меня абсолютно бесплатным, что оно будет проходить по системе грант. Я согласилась. Булат отправляет мне ссылку на Тинькофф. Я туда перехожу. Он сказал, что это ссылка, заявка на грант. Были украдены мои паспортные данные, ими же составлена заявка на кредит, на покупку их обучения. То есть, они все заполнили сами, все мои данные, и мне оставалось только везти кофе. На что, но на гранты Виталий не скупился. Он их выдавал настолько много, что их хватало даже на покупку дорогих авто. Ребят, всем привет. Я, кстати, на самом деле давно хотел похвастаться, что благодаря дизайну интерьера я купил себе ту машину, которую давно мечтал. Естественно, вы можете подумать, так, ну если это развод, то, наверное, можно было сказать, верни деньги. Но в договоре оферты написано, что если ссылка на курс была открыта, то все, услуга оказана. А то, что обучающий материал это самый простой базы копипаст из интернета, это уже ваши проблемы. Как-то не очень порядочно получается. Получили претензию. Пишите, что мы вас обманули. Так вот, обманули, это вы нас. Наша служба безопасности проверила и приняла решение в отказе возвратить денег. Так как согласно договору оферты, услугу мы вам оказали в полном объеме. Доступ к площадке и материалам вы получили. Мило. Учитель оскорблен тем, что люди, которых под видом регистрации на грант вынудили оформить кредит на оплату курса, пытаются вернуть деньги. Это просто возмутительно. Так ты искусство не хочешь видеть, ебаный. Стал нелестно высказываться в сторону моей реакции на оформленный кредит, что я клуша, которая сначала согласилась сотрудничать с ними, а теперь как я взяла на себя кредит, так все. То есть у меня сразу желание пропало. И пока я не извинюсь, они больше не будут со мной продолжать общаться, они меня везде заблокируют, гранты меня лишат, то есть прилились какие-то угрозы. Некоторые девушки попытались отменить грант через банк, но и тут их ждало разочарование. На следующий день пришел ответ с банка, что аннулировать покупку нельзя, а в этот же день я пытаюсь связаться с Виталием, объяснить ситуацию, что я не собиралась взять эту покупку, что меня ввели в заблуждение, на что он, эхидно улыбаясь в трубку, говорит, что я сейчас даю заднюю, пытаюсь как-то оклеветать их, и что вообще у него нет со мной настроения разговаривать. Грант получила? Ну вот иди учись по нему, че пристало? Сейчас пострадавшие пытаются отстаивать свои права в судах, но пока что безуспешно. Парень продолжает осыпать людей грантами. В принципе, ожидать от учителя с офисом в Москву-сити и фотками с пачками денег другого и нельзя было. Но подкупала бесплатное обучение, кто же знал, что грант окажется кредитом. Друзья, если еще не поставили на видео лайк, то предлагаю это сделать. Это поможет в распространении видео. Чем больше людей это увидит, тем быстрее эту грантовую лавочку прикроют. Как и самого грантмастера. Я грантмастер! Мама, я крутой! Ты все испортишь, я крутой! Если помните, в одном из прошлых выпусков я рассказывала про туристический развод на дешевых путев. Людям продавали туры в Дубай на все включено за 10 тысяч рублей. С авиаперелетом и всем, что только захотите. Главное, деньги переводите. После общественного резонанса и перспективы уголовного дела, главная героиня Илюса все же решила откровенно поговорить. Те люди, которые добивались того, чтобы нас утопить, ликуйте. Вы победили. Да. Проекта нашего, где мы пытались всех привести, чтобы все увидели мир, практически больше нет. Это они, оказывается, просто очень хотели, чтобы мы с вами мир увидели. А я думала, что когда ты берешь с людей деньги за тур, а в день в элитах говоришь, что ничего не будет всем пока, это как-то по-другому называется. Сейчас семейство туроператоров базируется в Дубае. Домой им почему-то резко перехотелось. Они даже начали продавать свои телефоны и золото, только чтобы не возвращаться домой. Мы сейчас, конечно же, не знаем, принимают тут наши золото или нет, но мы, конечно, подготовились, завтра с утра пойдем. При этом, судя по сторис, условия проживания у бизнесменов стали не самые лучшие. Вот такая вот здесь кухня. Готовы. Тут сессоны, здесь макароны. А как же Макдональдс Тур, в котором в подарок идут бургеры? Может, если нечего есть, то могли бы и организовать себе. Макдональдс Тур. Перелет, проживание, трансфер. И в подарок разные-разные бургеры каждый день. Кстати, Илюса все же пообещала ответить за свои деяния. Но только не перед теми, кого она кинула, а только перед Сивышней. Мы просто делали то, чем горели все это время и отдавали все свои силы на этот проект, забывая иногда практически про свою жизнь. Выдумывать несуществующие туры за 10 тысяч рублей – это, несомненно, трудоемкий процесс. Сил на это, как и совесть, нужно очень много. Да и вообще, у любого бизнесмена бывают неудачи. Что вы набросились? В бизнесе это нормально. Нормально также прогорать, также вот так вот в таких ситуациях оставаться. Просто возьмите Дашкеева, да, то же самое. У них бизнесмолодость, если вот видели, может быть, знаете. Видели бизнесмолодость? Нет. Стив Джобс, его вообще выгнали из своей же компании, поэтому это все нормально. Ну да, Стив Джобс и Илюса из «Четыре свадьбы» – это примерно то же самое. А вообще, прогреть в бизнесе и заниматься обманом – это определенно одно и то же. Илюса начала приводить в пример Дашкеева, Портнягина, Лерчик. Мало, они тоже сталкивались с проблемами в бизнесе и хейтом. Ну, то есть понятно, откуда ветер дует. Оттуда же откуда и обычно, если что-то связано с обманом людей. А теперь самое интересное. Собранные деньги они, я так понимаю, уже растратили и возвращать людям не с чего. Так вот, она придумала гениальную схему. Девушка собралась продавать курс по блогерству. Ну, то есть, чтобы те, кто купил у нее путевку, купили у нее курс, и прибыль с этого курса она им же и вернет. И типа в расчете. Гениальнее не придумать. Это поможет не только в блоге, а в жизни в целом. Вот, и, как говорится, привнесете вклад в нашу жизнь. Плюс получите от нас крутой урок. Один урок получили, сейчас жертв на второй приглашают. Полагаю, Илюса посмотрела мое прошлое видео про Галантера, он там точно такую же схему организовал, и подумала, а что бы и мне не попробовать, может прокатит. Но, видимо, понимая, что шансы заработать такими способами малы, Илюса не сдается и придумывает еще одну, уже третью схему на миллион. Решили создать новый крутой проект, да, где, естественно, у нас будут возвраты идти. Внимание, их новый проект. Смотри, у меня есть вообще база блогеров. Я тебе его сейчас скину. Посмотришь, там целая база всех блогеров. То есть они собраны в одном месте. Чтобы поправить свое положение, они решили продавать базу блогеров. Знаем мы одну такую базу. Инстаграм называется. Пользуйтесь бесплатно. Это не все. Есть еще одна схема. Вот она актуальна сейчас как никогда. Предлагаю так. Снять и смонтировать за один день фильм с самыми-самыми каверсными вопросами про нас и наш проект. Рассказать там всю нашу историю и выложить этот закрытый телеграм-канал и вход туда будет стоить 500 рублей. Боня на этом моменте. Их называют уебаны. Вы что здесь сидите? Мы в федеральном канале, Вика, ты с ума сошла? Я не знаю, кто на это все поведется по второму кругу, но если люди верили в Макдональдс-туры в Дубае по 10 тысяч, то, в принципе, возможно все. Это примерно то же самое, что сейчас организует Боня. Она уже сколько раз обманывала людей на курсах, но при этом продолжает делать новые, так как понимает, что все равно купят. И сделать некий такой карманный курс с мотивацией. То есть о том, как вообще вот эту всю ненужную информацию, которую у нас в голове убрать, вместо этого высвободить энергию. Нужно больше курсов, богу курсов. По Илюсе, ну, это еще одна показательная история, что на разводе далеко не уедешь и счастье не построишь. Им теперь приходится жить в какой-то дыре, так как в Казань возвращаться страшно, а разводить больше не получается, так как схема раскрыта. Вот и приходится вертеться, как ужам на сковородке. Друзья, а на этом выпуск подошел к концу. Буду ждать каждого из вас в комментариях. Также те, кто еще не решился поставить лайк, сейчас последний момент это сделать. Ну и подписаться на канал. А нажатие на колокольчик не даст пропустить вам новый выпуск. Скоро увидимся. Пока.